Сначала аномальная жара, затем шквальный ветер. Небесная канцелярия на выходных удивила всех. Как итог, пострадали 330 населенных пунктов и свыше 700 жилых домов. Доставалось по-разному, но одна из главных неприятностей – перебои с электричеством. В Бобруйске отключения фиксировались по улицам Орджоникидзе, Ульяновской, Комсомольской, в районе Титовки, Форштата и Киселевич. Устранением неполадок занимались бобруйские электросети. Бригады и сегодня уже работают вторые сутки, восстанавливают электроснабжение потребителей города. Так как мы еще и отвечаем за электроснабжение не только города, но еще пяти районов Бобруйского энергоузла, то есть все бригады задействованы в аварийных восстановительных работах. Все районы устраняют аварии, запипывают потребителей. Мы надеемся к концу дня светового большую часть потребителей и восстановить электроснабжение. Под натиском ветра ломались даже самые стойкие. В стране зафиксировано падение более 1300 деревьев. Под их стволами пострадали свыше 50 автомобилей. У порядка 700 домов повреждена кровля. По городу происшествия наблюдались на Халтурино, переулку Полескому и не только. За прошедшие сутки ввиду прохождения грозового фронта Могилевской области зафиксировано 19 опавших деревьев в городе Бобруйский и 11 деревьев в Бобруйском районе. К счастью, пострадавших нет. За эти сутки подразделение МЧС совершило 21 выезд. Подразделение МЧС и на сегодняшний момент оказывает помощь населению и организациям в распилке деревьев и уборке их с проезжих частей и жилых сооружений. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате разгула стихии. 13-летний мальчик скончался в детском лагере Гомельской области. В Могилевском районе пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи. Она вместе с мамой и тетей направлялась к ЖД станции. По пути сильные порывы ветра привели к падению деревьев, под одним из которых оказались женщины и ребенок. Несмотря на оперативные реанимационные действия прибывших медиков, ребенок скончался в машине скорой помощи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что мама и дочь на днях приехали к родственнице, чтобы пройти плановое обследование в больнице и подготовить девочку к школе. Во избежание трагедий помните, во время подобных стихийных капризов лучше оставаться дома и не подвергать свою и жизни близких опасности. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360.